Сочи! Тепло, отлично, я в рубашке. Новый сезон фехтования Роспетьсинг ТВ начинает свое вещание. Здорово! Black Sea Cup или Кубок Черного моря. Юниорский этап Кубка мира по фехтованию на сабле. Проводится уже второй раз в этом городе, в Сочи. И в прошлом году здесь победителем стал Андрей Гладков. Сейчас он уже вырос и его в эту возрастную категорию не пускают. Но мы все-таки решили спросить у местных жителей, помнят ли они о том, кто в прошлом году стал победителем. Что-то он уже тупит. Блин, что такое? Во, все, фурычит. Мы будем показывать фотографию Андрея, спрашивать у людей, кто это. Ну, я думаю, что кто-нибудь да вспомнит или узнает в нем нашего спортсмена. Здравствуйте! Нет, меня не надо снимать, что случилось? Один вопрос. Помните, кто в том году выиграл здесь турнир по фехтованию? Ну, да, знаю, знакомый. Кто это? Это Андрей Губин. Че, нет? Да, Губин. Вы знаете этого человека? Да. Кто это? Ну, этот самый. Губин, Андрюха. Вообще-то он Носоухов. Носоухов? Рожденный, да, да. Вы помните этого человека? Вы что, это же талант Андрей Губин. Я с таким удовольствием слушаю его песни. Я их все знаю наизусть. Какой у него широкий диапазон. Его вообще не забудешь, даже если тысячу лет проживешь. А вы музыка увлекаетесь? Сладкие признания на губах, я тебя искал в далеких снах, и однажды встретил на земле. Но сегодня, поднимаясь в небеса, я в глазах ее увидел и узнал, что о ней мечтал. Ну, он, по-моему, поехал. Поехал? Да, почему? Он прекратил выступление. Исчез. Такой отличный парень был, все нормально. Вдруг исчез. Мы думали, по возрасту просто перерос уже эту категорию. Нет, чуть-чуть поехал. Несколько интервью по телевидению его уже было. Он рассказывал пару раз. И причем он вел себя, ну, довольно ненормально. Ненормально. Центр единоборств Югспорт. Именно здесь проходит Кубок Мира по фехтованию среди юниоров. Как и все участники, естественно, после прилета, заселившись в отель, расслабившись, отдохнувшись, потренировавшись, абсолютно все участники проходят процедуру контроля. Фехтование – это спорт, в котором преобладают высокие технологии. У каждого спортсмена есть клинок, который по прочности не уступает ракетной стали. У него есть сверхпрочная защитная маска, и у него есть пуля непробиваемый жилет. И чтобы это все проконтролировать, нужны высочайшие специалисты. Нужны те люди, которые посвятили этому всю свою жизнь. Которые знают от и до каждую мелочь в оружии, в экипировке, абсолютно во всем. Вообще во всем. Конечно же, мы не могли упустить этих людей, и мы обязательно с ними сейчас поговорим. Пойдем. Это бригада наших сервисменов. Здравствуйте, ребята. Сколько вы зарабатываете здесь? Давайте. При помощи этой штуки мы проверяем, как бы работает электрокуртка, например, или не работает. И вот эту. ставится печать и допускать соревнованиям некоторые есть нюансы конечно не поставили печать или поставили в то место какое место нужно ставить печать по мнению раиля нагима нужно ну вы кого-то не допустили есть да кого не допустили нашего кого-нибудь несколько стран там ну разные бывают например вот норвегия норвегия не допустили вот ребята все его песни знаю у меня вот весь его сборник и мальчик бродяга и листопад и дарю свой дарил тебе цветы в последний раз в последний раз тебе дарю цветы ты это знаешь что я дарю тебе своей любви прекрасные цветы в общем говорит мне эта эстрада надоело сначала говорит деньги машины 1 2 3 потом я плюнул на это все вот сейчас говорят что неужели он спился или что-то с ним случилось такое но не верится потому что он это гений это не просто талант он изумительный он искусный человек это человек искусства до невысокого роста да не будет метр восемьдесят семь восемьдесят восемь как я самая смешная шутка про твой рост который ты слышал они все одинаково вот стандартная шутка ты когда с кем-то новым знакомишься всегда это вот дядя степа много растишки ел и вот такое все а вот каких-то оригинальных шуток я на самом деле вообще не слышал как ты смеешься нормальными людьми никак какой размер ноги у тебя 46 и 5 46 не знаю я был плюс-минус как все может быть чуть чуть выше но не то чтобы я прям был огромным в детстве а потом как-то у меня был год я вырос за год на двадцать пять сантиметров и за следующий год еще на 15 у меня нога еще выросла тогда короче за полгода на четыре размера я специрую стал менять а я на самом деле иногда себя чувствую маленьким это забавно когда я по улице иду я сам свой рост не ощущаю когда по улице вижу какой-нибудь скидболиста в этом месте просто огромного там я так со стороны смотрю мне кажется что он такой огромный как он вообще ходит я потом просто он вдалеке от меня я к нему подхожу и мы идем рядом я понимаю что если примерно одного роста плюс минус 20 метров неужели люди со стороны меня воспринимают также как я вижу его это же ужасно мне кажется это так не комфортно а какой вообще у тебя рост? я не знаю он какой-то странный, интересно, 7 по-моему, но это не точно 97? ты даже до двух еще, то есть не дорос? нет, с кроссовками два вы что-нибудь знаете про фехтование? фехтование? ну это когда есть две сабли и люди дерутся на них никого не знает? что это? правильно, я обычно называют шлемом вот сколько приехало к нам участниц, участников, сколько фамилий разных вот Никитина, Подпаскова, Климова, Королева, сколько фамилий наших русских фамилий-то да, вот кстати вот сразу скажу такую ремарочку, ну для всех, чтобы знали вот больше всего в жизни не люблю шутки над фамилиями вот кто-нибудь услышал какую-нибудь фамилию, которая кажется ему смешным? придумал шутку и думает, что он самый оригинальный, на самом деле этот человек уже сто раз все это слышал пойдем, Королева запишусь Наташа, расскажи, как тебе? я не Наташа какой-то не Наташа я Аня маленькая страна нет? Наташа Королева не, она гадает можешь спеть какую-нибудь песню Наташи Королевой? нет, я ее не слышу маленькая страна не слышала? нет желтые тюльпаны признаки разлуки или что там? признаки не знаю какое место, думаешь, первое? конечно конечно первое конечно первое, куда без метка молодец а вот Женя под Пасху тоже сказал, что первое ну вот, иначе поборемся Жень, 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 Жень да нет, мы не будем ничего серьезного, поди сюда слушай, ну что это такое? это... давай, расскажи, кто это? кто это? здравствуйте, дорогие зрители! мы приглашаем вас на фубок мира среди юноров и юноров билактика, который будет проходить с 10 по 12 ноября ты их спорти ааа, это Аня Королёва Аня Королёва? да до завтра печали самопрасного ну и что это за такие дела? что? ты на чей-то хлеб пузаришься? нет нет? что у тебя в стакане было, говори? ничего, вода была нужно говорить очень тихо, потому что мы можем распугать рыбу ну что ловите? креветка стакрудочка большая как вы думаете, можно на ней пофехтовать? конечно можно, тут дерутся периодически а на кого ловите? на креветочки? нет это с траусиной ноги с траусиной ноги с траусиной ноги будешь ли счастливым от кофе черная карта? нет как зовут дельфина с логотипа? сочи куда бежит от налоговой? куда? в тюрьму куда? кем бы стал Лоханов если не фехтовальщиком? баскетболист наверное на что нужно рыбачить? на червя на что фехтовальщик тратит свои призовые? призовые обычно на семью ну конечно, спасибо кто это? такие девушки как звезды, да? до утра в одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда три губерта? но если ты обычный парень тебе не светят никогда такие девушки как звезды такие звезды как она такие девушки как звезды такие звезды, звезды, звезды как она по сиреневым бульварам по воскресным площадям пока ты на дорожке и отсюда не на шаг я когда слышу его песни мне просто жить хочется вновь и вновь в голове лишь один вопрос ну так это же Губин там такие девушки как звезды у него необыкновенный голос неповторимый так никто не споет жаркие зимние твои кубок черного моря 2017 всем пока стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра что веет с моря и веришь что свободен ты и жизнь лишь началась и губы жжет подруги поцелуй пропитаны слезой или обед м не Продолжение следует...